здравствуйте с вами Владимир Захаров и сегодня я хотел бы поговорить немножко по поводу китайской метафизики для путешествий то есть отчасти эта тема как бы слишком педалируется да то есть из области паранойи пиранойи с пираниями паранойя с пирания вперед пираной но есть и рациональное зерно и здесь обычно вопрос который задают какую дату нужно отправиться в путешествие там в отпуск да то есть слово отпуск как будто вы рабы что ли страна рабов страна господ будто вас кто-то отпускают крепостные крестьяне что ли поэтому давайте не называть это отпуск давайте называть это отдых но даже это мне не сильно нравится потому что если ты работаешь всегда в области своей ключевой компетенции если ты работаешь всегда в области своего предназначения тогда чего собственно ты отдыхаешь тоже не очень понятно но ладно давайте оставим это все в стороне допустим остановиться на слое вы едете на и вот вот море есть вы хотите поехать на море отправили в горы или еще куда-то в пустыню и выбираете дату для вот этой поездки то есть допустим вы едете на юго-запад нужно чтобы в эту дату юго-запад был каким-то там хорошим вот вот если вы немножко в теме китайской астрологии выбора дата обычно то есть и вопрос который в этом стоит ключевой хорошо ли пройдет поездка то здесь используют метод мессийских врат еще что-то еще что-то сегодня расскажу немножко подробнее но для меня ключевой вопрос не в том хорошо ли пройдет эта поездка она всего там две недели три недели а в том что вас ждет когда вы вернетесь поэтому я бы скорее выбирал дату и время когда вы начинаете ну вот из того места где вы отпускались и отдыхали или я не знаю я здесь не отпускаюсь и не отдыхаю я по другим делам но многие люди здесь отдыхают вот если вы отдыхали под дата когда вы с этого места выезжаете к себе домой и она определяет дата и время и направление если вы используете метод мессийских дверей и она определяет насколько хорошо у вас пройдет ну что вас ждет когда вы вернетесь домой то есть что вас ждет на работе что вас ждет дома какое у вас будет здоровье основную часть года поэтому обратите внимание это вот та дата которую часто игнорируют дата возвращения другая тема она связана с тем что все параноидальные относительно пятерки желтой то есть есть такая звезда называется месячная опять желтая и годовая то есть годовая находится на юго-западе 2019 месяц месячными ежемесячная меняется из месяца месяц и обычно идея людей что не стоит отправляться в направлении эти пяти желтой это значит весь 2019 не путешествует на юго-запад кем он на юго-западе относительно и там европейской части постсоветских территорий собственно все ближайшее сходится в море да то есть как это не отправляться это довольно странно вот плюс каждый месяц еще одно из направлений одно из направлений является табу я бы сказал следующее что все зависит от того насколько часто вы путешествуете то есть если вы путешествуете раз в тысячелетие вот возможно вам стоит обращать внимание на эти пятерки годовые месячные или если вы иммигрируете куда-то или сменяете жилище в противном случае для выбора дат этих поездок в отпуск на отдых как бы вы их не называли я бы это все полностью игнорировал просто выберите дату с благоприятными элементами которые содержатся для вас или выберите дату по крайней мере которая с вами не сталкивается или какую бы вы систему выбора дат не использовали и все на самом деле не надо табуировать целое направление на 365 дней или на 30 дней иначе возникает это приводит к массу к массе конфликтов внутри семьи это приводит ну и ребята это лишено смысла когда много лет назад спросил своего мастера окей пятерка была на юго-востоке я спросил слушай мастер в сингапуре как ты относишься к теме что не нужно в том году было путешествовать на юго-востоке слушай я сам проработал много лет в австралии и очень многие сингапурцы едут в австралию это но миллионы людей и и австралийцы в сингапур потом они возвращаются в австралию это миллионы и миллионы и миллионы людей в течение года володя то что хочешь сказать что со всеми этими людьми произойдет что-то плохое то есть все еще китайская там метафизика любая китайская европейская она должна быть не лишена какого-то здравого смысла да та же история если вы вот возвращаетесь до возвращаетесь из отпуска из увольнительной в армии возвращаетесь нужно чтобы вот в дату когда вы выезжаете домой у вас там по возможности какой-то день не сталкивался с месяцем день не сталкивался с вами еще что-то еще что-то это но сейчас не курс выбора дат любая система которую вы знаете все что возможно вы используете или хорошую структуру дневную мистических врат или часовую мистических врат смотря на сколько вы едете то есть часовая работа этом до двух недель если это краткосрочная поездка если это дольше может быть критично чтобы вы обращали внимание том числе на дневную структуру мистических врат и и заключительная тема касается столкновений то есть если знаете такая история выборе дат что допустим если вы рождены год лошади какая-то дата это день крысы эта дата сталкивается с вами возможно особенно если вы едете семьей с малыми детьми я бы эту дату ее не выбирал если вы планируете заранее если вы уже выбрали эту дату просто выйдете из дома в час комбинации с днем проблема ваша решена не обязательно менять билеты нас четыре человека и так далее но не нужно это превращать очень странную игру другая тема если например день сталкивается с годом я это полностью игнорирую на это обращать внимание должны вы только если у вашего клиента значит бабушка это очень зрелая в зрелых годах китайская домохозяйка потому что у нее есть таншу она смотрит в этот таншу китайский альманах и говорит что это день столкновения окей то здесь сталкивается с года мы игнорируем но даже если вдруг день сталкивается с месяцем пару дней назад я у меня было два или три перелета в такую дату произошло что-то плохое нет значит ли это обычно то на моем опыте означает что будут пробки будут задержки то есть постарайтесь или заранее выйти из дома ну просто расслабьтесь то есть будьте внимательны чтобы не пропустить рейс я кстати чуть не пропустил я не осознал что у час разницы во времени там при перелете то есть фактически последний или предпоследний сел в самолет но неж его не пропустил ряд просто будьте внимательны столкновения обычно на моем опыте означают пробки задержки если он далеко ехать если вы знаете что это может быть на просто выйти заранее ли поедете на поезде чтобы не ехать на такси и ваша проблема решена окей еще раз подчеркну что критично выбрать дату когда вы возвращаетесь из отпуска то есть что вас ждет дома то есть если интересно более технологично чтобы я рассказал эту тему тогда ставьте плюсик и мы найдем ближайшие дни возможность провести онлайн семинар будь то это в рамках взрывного улучшения удачи кстати ссылку вы найдете введя в браузере владимир . club владимир . клуб да то есть в командной стойке браузера это мой внутренний круг китайской метафизики где обучаю своих учеников вот или мы проведем открытый ивент посмотрим как это мы сделаем если интересно ставьте плюсик если вы смотрите это в записи пишите в комментариях интересен ли такое знаете экспресс выбор дат для поездки на отдых возвращение с отдыха и без маразма и паранойя выбор дат для отдыха без маразма экспресс выбор дат для отдыха без маразма и паранойя интересно пишите и мы это проведем так или иначе вот довольно интересно иногда есть простая техника как то комбинация там часа с днем которая нивелирует негативность или еще что то но люди они не знают и использовать единственный метод избегания туда то избегаем это время избегаем все избегаем избегаем в результате ничего не остается ближайшая дата для поездки на отдых 31 декабря 2029 года тогда как раз трэш то есть нужно и плюс любое ожидание она стоит времени ресурсов денег то есть выбор дат это имеет свою цену и у нас как бы есть две чаши весов на одной чаши весов это польза от выбора дат на другой чаши весов это вред от выбора дат потому что помните как говорил владимир ильич ленин промедление смерти подобно то есть вы ожидаете 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 жизнь проходит возможности проходят поэтому хорошо это использовать мудро чтобы чаша полезности значительно перевешивала чашу вреда потому что если это чуть-чуть перевешивает но пять процентов три процента но ребята ну стоит ли это наших сил чтобы получить немножко пользы нет нужно в разы нужно чтобы действительно было круто надеюсь было полезно удачи отличного фэн-шуй до свидания я покажу еще не фронтальной камерой вот эту бухточку какая-то девушка загорается постараюсь чтоб она не попадала в кадр вот а то мы нарушаем ее приватность так спасибо до свидания